МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. В интересах обороны страны. Сергей Шойгу провел конференцию по межведомственному взаимодействию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участники готовы, гости прибыли. В Чувашии стартовал открытый Кубок России по вольной борьбе среди женщин. Помощники стражей порядка. В Чувашии выбрали лучшего дружинника. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Национальном центре управления обороны России сегодня прошла научно-практическая конференция. Тема – межведомственное взаимодействие для решения задач обеспечения безопасности страны. Открыл конференцию министр обороны Сергей Шойгу. Руководители регионов участвовали в формате онлайн. 160 министерств, ведомств, госкорпораций и организаций и высшие органы исполнительной власти всех субъектов страны сегодня включены в систему межведомственного взаимодействия, отметил Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, в котором концентрируются все данные. Однако создан он не только для анализа информации по военно-политической обстановке в мире, но и для управления повседневной деятельностью воинских формирований. В один год мы установили практически почти 130 тысяч приборов учета во всех вооруженных силах. Мы каждый день знаем, сколько мы потребляем воды, электриляги и газа. Поэтому предъявить нам что-либо лишнее, в общем, достаточно сложно и проблематично. И подходит эта система не только для военных. Когда там идет даже подготовка к первому сентября, в уроке бумаг со всех сторон доклады надзорных органов по поводу сделанной ремонт и не сделанной ремонт, самобедназор проверяет, возможно, там обучать невозможно, что происходит в столовых и на кухнях. Органы внутренних дел проверяют, готовы ли по системам безопасности эти школы. Хотя все это может делаться, в общем, совершенно элементарно. В любом случае, у нас, в Министерстве обороны, во всех наших учебных заведениях стоят и веб-камеры, и мы знаем и понимаем, в каком состоянии, где что у нас происходит. То же самое может быть и должно быть в субъектах Российской Федерации, не только в части образования, в части здравоохранения, коммунального хозяйства. Глава Чувашия Михаил Игнатьев поручил проработать варианты создания подобного центра контроля в регионе. Сегодня в Чебоксарах стартовал Кубок России по женской вольной борьбе на призы главы Чувашия Михаила Игнатьева. В республике собрались сильнейшие девушки со всей страны, а также Белоруссии и Монголии. На шестой по счету Кубок России приехали заместитель министра спорта России Сергей Косилов, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы страны Амар Муртузалиев, заслуженный тренер России по вольной борьбе Магомед Алиамаров. Сразу из аэропорта гости отправились в дом правительства. Там они встретились с главой Чувашия Михаилом Игнатьевым. Соревнования международного уровня наш регион принимает не впервые. У республики накоплен большой опыт проведения подобных спортивных состязаний. Со своей стороны хочу вас поздравить с открытием Кубка России традиционного. Почему Кубок России доверен суда Амар Магомедовичем и Федерации борьбы России? Потому что он проводится на высоком организационном уровне. Есть имена, есть на ком поучиться, есть девочкам регионов нашей России посмотреть, кого воспитала эта республика. В Чувашии собрались 117 сильнейших спортсменов из Монголии, Республики Беларусь, а также из 25 субъектов Российской Федерации. Нашу республику будут представлять 7 спортсменок. Здесь приятно проводить, потому что есть как бы ваши личные отношения, поддержка, понимание. Во многом для нас это очень важно. И мы ищем именно такие регионы, где нас любят, где нас хотят, где развивается этот вид спорта, где поддерживают. И, конечно, в этом плане Чувашия для нас, как я и раньше говорил, это базовый регион для развития женской борьбы. От 10 до 20 человек всегда в команде. Сегодня Чувашия является одним из базовых центров развития женской вольной борьбы в России. На базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 3 в Новочебоксарске планируется открытие центра спортивной борьбы. Если наши жители видят здоровых людей, красивых людей, людей, те, которые успешны, те, которые побеждают, не только у нас в стране на мировой арене, они начинают за ними тянуться. И вот мы, создавая этот центр, мы создаем будущее нашим людям. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Павел Иритков. Республика. Итак, решение принято. На базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 3, что в Новочебоксарске будет создан российский центр борьбы. В городе Спутники уже давно действует секция по вольной борьбе. В течение многих лет воспитанники школы становятся победителями самых престижных соревнований в этом виде спорта. Как будущая тренировочная база, спортивный комплекс был назван не случайно. Здесь созданы все условия для тренировок борцов. Есть специализированный зал, бассейн, раздевалки. Гости предметно посмотрели, что нуждается в реконструкции. Обсудили будущие финансовые вложения. Часть средств готова выделить Спортивная Федерация по вольной борьбе. Поможет и Республика. Все вложения окупятся победами российских борцов. В республике активно развиваются и другие виды борьбы. Заместитель министра спорта России Сергей Косилов побывал и в спортивной школе Олимпийского резерва номер 10 по самбо и дзюдо. Учебно-тренировочную и воспитательную работу со спортсменами ведут 14 тренеров-преподавателей. Школа специализируется по борьбе самбо. Семь лет назад открылось отделение дзюдо. В настоящее время в школе занимается более 700 учащихся. Тренировки проходят и утром, и вечером. Гости пожелали молодым спортсменам удачи на будущих всероссийских и международных стартах. Сегодня в Ледовом дворце Чебоксара-арена весь день шли бои. Девушки участвовали в предварительных и полуфинальных соревнованиях. Открытый кубок – это всегда зрелищно, динамично и эмоционально. Нашу республику представляют семь спортсменок. Алена Игнатьева, Екатерина Михайлова, Елизавета Смирнова, Надежда Краснова, Вероника Чумикова, Анастасия Яковлева, Алена Тимофеева. Воспитанницы Чувашской школы женской вольной борьбы и члены сборда России Вероника Чумикова и Алена Тимофеева вышли в финал и завтра будут бороться за победу. За выход в финал я боролась с московской девушкой. Изначально я лидировала, это придавало мне уверенности. В конце концов я выиграла ее и тем самым вышел в финал. А в финале я буду бороться с представительницей из Монголии. Будем настраиваться. Для меня это огромное счастье – оказаться в финале. Те лидеры, которые в сборной команде, они как бы сегодня так показывают содержательную хорошую борьбу. И приятно, что и среди этих опытных спортсменов выступают и молодые девочки, и молодежь из сборной команды тоже, говорят, как бы демонстрируют свое мастерство. В целом наши девочки хорошую показывали сейчас в содержательную борьбу. Всего будет разыграно 10 комплектов медалей в 10 весовых категориях. Полвека на волне. Коллектив Чебоксарского речного порта отметил 50-летие. 50 лет на волне. В прямом и переносном смысле. Чебоксарский речной порт полвека встречает и провожает гостей Чувашии. Это одна из визитных карточек столицы. Первое упоминание о городской пристани города Чебоксары в исторических документах датировано июлем 1722 года. Сейчас речной порт – это не только пассажиры и грузоперевозки, но и собственное производство и добыча нерудно-строительных материалов. В порту работает 313 человек и средний зарплатный плат на сегодняшний день составляет порядка 30 тысяч рублей. И мы сегодня готовы выполнить любую задачу, поставленную нам по обеспечению нерудно-строительных материалов Чувашской республики. Объемы работы в перспективе у коллектива действительно большие. Для дорожного хозяйства Чувашии будут необходимы строительные материалы – песок, щебень, гравийные смеси. По проекту «Только безопасные и качественные автомобильные дороги» будет выделено ежегодно не менее 4 миллиарда рублей. Кроме этого, мы уже проектируем третье транспортное полукольцо в городе Чебоксары для того, чтобы разгрузить пробки. За большой вклад в развитие водного транспорта в республике коллектив Чебоксарского речного порта наградили почетной грамотой. А генеральный директор предприятия Ванифатий Шайкин удостоен медали ордена за заслуги перед Чувашской республикой. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика. В Чебоксарах открыта горячая линия по вопросам транспортной реформы. Сколько звонков уже поступило и какие вопросы самые актуальные – в нашем материале. Здравствуйте, оператор слушает вас. До какого улица вы доезжаете, у меня остановка? Да, 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 да. На 52-м. Будет автобус. С завтрашнего дня. Следом другой звонок. В день на горячую линию поступает до 500 обращений. Вопросы разные. Зачем изменили схему маршрутов? Как добраться до работы? Сколько будет стоить проезд? В нашем колл-центре 8 рабочих мест установлено. Все максимально они заполнены. В среднем поступает пик вызовов, приходится где-то с 10 до 12 часов. Наши операторы обеспечены поисковыми информационными системами. Воспользоваться поисковой системой можно самостоятельно. На портале buschep.ru появилась специальная вкладка «Как проехать с 1 декабря». Сервис показывает все варианты поездок – прямые и с пересадками, а также движение транспорта в режиме онлайн. На другом сайте buscheptelecom.ru есть интерактивные схемы движения каждого маршрута с остановками. Для удобства горожан работает мобильное приложение «Умный транспорт». На андроиде его уже обновили, на iOS разработчик обещает в ближайшее время. Татьяна Леонтьева, Валерий Резюков, Республика. Выбирать будущую профессию всегда непросто. Вдвойне сложнее сделать это тем, у кого есть проблемы со здоровьем. Чебоксарский центр занятости пришел на помощь таким ребятам и проводит у себя профориентационные уроки. Полицейский, учитель, футболист или цирковой артист – такой видят свою профессию пятиклассники второй чебоксарской школы. У них ограниченные возможности по здоровью, но разве можно отказаться от мечты? Их рисунки висят теперь в городском центре занятости. А для десятиклассников здесь провели отдельное занятие. О профессиях через игру. Так проходит профориентационный урок. 30 тысяч специальностей, из которых надо выбрать всего одну. Возможностей много. И для людей с инвалидностью есть варианты трудоустройства. Главное – правильно сориентироваться. И мы им в этом помогаем. То есть у них есть определенные способности, возможности, которые они могут реализовать. И наши профессионалы, профконсультанты помогут им с выбором профессии. Вопросов у ребят было много. Специалисты центра не только рассказали о преимуществах той или иной профессии, но и провели компьютерное тестирование. Дима Фильченко уже определился, кем хочет стать. Я буду ветеринарным врачом. Буду лечить домашних животных. Надо знать очень много. Это надо учить сразу с биологией, с химией и анатомией. Буду поступать в сельхозакадемию. Потом на врача, а потом уже на ветеринара. Такие занятия в центре занятости проходят регулярно. Мы уже не первый раз сюда приходим. И специалисты нам рассказывают о будущих профессиях. В школе у нас, конечно, проходят различные мероприятия о профессиях. Также мы проводим беседы, КБНы, презентации. Дети готовят различные презентации. Это очень помогает нашим детям при выборе профессии. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика. Почти 500 дружинников сегодня помогают чувашским стражам порядка. Сегодня впервые в республике выбрали самого лучшего добровольного помощника. Добровольные помощники стражей порядка работают во всех муниципалитетах. И каждый район делегировал на конкурс самого лучшего дружинника. Среди заданий знаний законов, относящихся к правоохранительной работе. Демонстрации физических навыков, силы и меткости. Чебоксарец Руслан Данилов в рядах народных дружинников с 2015 года. Говорит, что пошел на эту работу по зову сердца. В дружине мы осуществляем охрану общественного порядка по территории города Чебоксара. Также участвуем в охране массовых мероприятий, проводимых городом, республикой. У нас проводятся тренировки по пылевой стрельбе в тире. Также стреляем. Сегодня отстрелял, думаю, неплохо. В народные дружины вступают студенты, простые граждане и, конечно, бывшие сотрудники полиции. Есть и ограничения. Человек должен быть совершеннолетним, не иметь судимостей. Добровольные народные дружины оказывают неоценимый вклад и помощь правоохранительным органам в обеспечении и охране общественного порядка. А конкурсы эти, само собой, нужны для того, чтобы, во-первых, нам лишний раз встретиться и пообщаться. Для того, чтобы они сами находились в тонусе. Они же здесь и бегали, и прыгали, и тренировались, оказывали помощь первую медицинскую. 18-летнюю студентку медколледжа Яну Федорову в ряды добровольцев взяли с удовольствием. Она отличный помощник участковых. Первое дежурство дружинница помнит до сих пор. Мой первый рейд прошел с участковым. Мы ходили, клеили листочки. Затем увидели в подъезде пьяных мужчин. Мы их поймали, задержали, писали на них протокол и дали также штраф. Работают дружинники только вместе с полицейскими. Определенной зарплаты за свою деятельность не получают. Однако особо отличившихся добровольцев поощряют. У нас было 50 рублей в час. То есть выходит, одежурят 50 рублей в час. После поддержки депутатского корпуса нашего района теперь 100 рублей в час. Также у нас имеются льготы. Это посещение культурного доступа в учреждении бесплатно. А также свободное посещение физкультурно-спортивных комплексов. И так далее. Но самое главное для этих неравнодушных людей – осознание того, что они делают свою малую родину чище и лучше. А жизнь земляков спокойнее и безопаснее. Олеся Русакова, Бахтияр Велиев, Республика. Единогласно лучшим народным дружинником признан Эрик Ванифатьев из Аликовского района. Календарная зима вступает в свои права. Поклонники здорового образа жизни уже встали на лыжи и ждут не дождутся, когда зальют катки. Наша творческая группа побывала в детско-юношеской спортивной школе номер два. Здесь специализируются на зимних видах спорта. На лыжах здесь катаются и профессионалы, и любители. Трассы готовят специалисты, ведь каждый день в школе проходят тренировки. В рабочий день здесь немноголюдно, а в выходные приезжают целыми семьями. По соседству расположился биатлонный комплекс. Его открытия ждут все. Уже построено административное здание с раздевалками, трибуны, биатлонное стрельбище на 30 установок, сказал директор Николай Николаев. Важные для республики спортивные сооружения должны были сдать еще в этом году, но помешал юридический аспект. Не успели перевести земли в соответствующую категорию, чтобы оборудовать трассу. Подвел и подрядчик, строительная фирма «Алза». Об этом на одном из заседаний правительства говорил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он поручил провести детальную проверку задержки и срыва сроков сдачи. В бюджете будущего года уже заложено 70 миллионов рублей. Минспорту Чувашии необходимо завершить все работы в полном объеме. Это все новости на сегодня. Я прощаюсь с вами. Хороших вам выходных.